Книга «Открытым оком», 27 том. Вопрос 3879. Тема литература. Как относиться к людям из органов госбезопасности, которые исполняли законодательство о религиозных культах? Выразите точку зрения истинно верующего христианина. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В отношении меня они всегда вели себя не нахально, но корректно, очень аккуратно, даже при обыске. Нигде и никак они не оскорбили мои религиозные чувства. Когда я рассказываю об этом баптистам, у них один заезженный, тупо трафаретный ответ. Вас они завербовали. На отношения просто человеческие сектанты не могут дать и процента. А у меня этому было отдано более половины процентов. Неспециально же для меня подбирали таких культурных и вежливых. Ведь не к маме родной они меня отправили, а лагерь смерти. Откуда мне выхода не было, согласно задумке некоторых органов. Но в то же время между нами были такие отношения, что когда я возвратился, мы даже стали перезваниваться. Я поздравляю их с основными религиозными праздниками. Они и некоторые книги мои читают. Предположим, что Феликс и Фест – генералы тогдашнего КГБ. Как же с ними обращался апостол Павел? Вот так и мы должны нести туда благую весть. И сколько слов добрых нашлось у Павла даже для Агриппы. Диане 26.2.3 Царь Агриппа, почитай себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобой во всем. В чем обвиняют меня иудеи? Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Моей души эти органы урона не нанесли, а помогли бодрствовать. В природе есть и волки, и тигры. Слабые отстают и их пожирают. В житиях сказано, что святые принимали своих палачей, кормили их и сами же просили их усечь мечом. Диане 27.3. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Римлянам 12.14. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Зачем понадобилось Еве срывать запретный этот плод? Она еще не сознает, но грех свершен, и Бог во гневе. Вселился в змея сатана, и женщине внушал упрямо, что равной Богу стать должна подруга кроткого Адама. А дальше, Боже, стыд и срам, в грехе покаяться не смея, на Еву валит грех Адам, а та слагает грех на змея. Я не желаю знать добро и зло, от коих все недуги. Верни мне, Бог, мое ребро, мы обойдемся без подруги Александр Межиров.